здравствуйте дорогие подписчики я приветствую вас на канале про цветок сегодня поговорим об укрытии винограда берем две подкладочки и кладем одна близко к основанию а вторая подальше для чего для того чтобы виноград не касался земли то есть не замок связываем их вместе и кладем виноград на землю прищепим его проволокой вот так вот сгибается любая проволока ну от 4 и выше вот 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 так вот прижимается и все в таком виде оставляется ну так как у нас здесь торчат и я тоже их подожму значит теперь не знаю как кто а я всегда кладу сверху сбитую из двух досок значит ну как его называют домик для чего для того чтобы влага не попадала на побеги и они всегда были сухими вот так вот мы кладем вот и все укрываем виноград когда внешние температуры упадут где-то до 5 6 градусов мороза это будут постоянные такие не заморозки а уже постоянная будет температура у нас она по прогнозам синоптиков начнется не раньше середины декабря укрываем мы следующим образом я укрываю синтепоном почему синтепоном потому что это для меня самый дешевый способ синтепон стоит недорого вот а во вторых он у меня служит по 10 и более лет вот синтепон мы всегда кладем ткань вы это видите почему ткань для того чтобы синтепон не цеплялся но вот это вот укрытие достаточно чтобы у нас хорошо перезимовал у меня в таком виде вот служит вот этот синтепон служит и больше десятка лет уже вот а сверху синтепона кладем пленочку ничем не не прикапываем ничего только прижимаем кирпичами и все вот таком виде он зимует у меня за 15 лет еще не вымерзла ни одного куста так что советую вам также укрывать если у вас недоступен синтепон значит можно укрывать соломой но солома должна быть не менее чем двухлетняя то есть надо где-то запастись и подержать ее год чтобы мыши объели все это иначе от мышей не спасетесь вот если у вас нет соломы можно нарезать осаки и высушить ее а потом укрывать она не гниет и очень хорошо держит тепло можно также укрывать сухими листьями но надо их обязательно закрывать чем-то пленкой либо ну тем чтобы влага не проникалась сквозь листья вот дальше можно укрывать папоротником это один из лучших способов папоротник сухой папоротник он может храниться несколько лет то есть вы его собрали положили где-то на следующий год снова закрыли виноград им на этом мы закругляемся вот я вас благодарю за внимание встретимся следующий раз и поговорим про другие вещи а на сегодня до свидания